Ну что, а теперь поговорим о событиях на украино-польской границе и о взаимоотношениях двух стран, двух партнеров, стратегических поводом. Для этого послужило интервью польского премьер-министра Дональда Туска. Он заявил, что в отношениях между Варшавой и Киевом существует другое измерение, которое включает в себя интерес Польши, в частности, польских перевозчиков или фермеров. Вот об этих интересах, о том, как они пересекаются, украинские, польские, поговорим с экспертом, подключаем к нашей беседе Владимира Балина. Это вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков. Владимир, доброе утро. Приветствую вас. Владимир, вы нас слышите? Да, да, доброе утро. И мы вас, доброе утро. Расскажите, в первую очередь, о том, что сейчас происходит на границе с Польшей. Мы знаем, что вы держите руку на пульсе. Что происходит и где, на каких пропусках? Ну, основная проблема у нас пункт пропуска Ягодин-Дорогунск. К сожалению, там практически не двигается транспорт в обоих направлениях. Если говорить о Рави-Русской, Гребенном и Краковец-Корчево, то на экспорт машины, ну, не так, как по нормативу должны идти, но где-то одна треть уходит каждую смену, каждые сутки. Поэтому более-менее работает. Основной массив машин, конечно, пошел на шагини Медыка. Этот пункт пропуска разблокирован в прошлые выходные. Не в эти, а в те, которые были неделю назад. Был разблокирован благодаря тому, что Польское министерство аграрной политики провело ряд переговоров, договорилось, свои договоренности положили на бумагу и аграрии прекратили забастовывать. При этом Министерство инфраструктуры Польши тоже ведет ряд переговоров. Нас не привлекают к этому процессу. Министерство инфраструктуры Украины держит руку на пульсе, как оно заверяет, дает нам информацию. Из этой информации мы знаем, что, в принципе, требования забастовщиков, мягко говоря, немножко изменились. Сейчас они, одно из требований, дайте нам компенсацию за то, что мы потеряли рынки, имеется рынок Белоруссии, России и, мы так понимаем, рынок Украины, хотя в абсолютных показателях объемы перевозок польскими перевозчиками на украинопольском рынке не уменьшилось. Значит, последние их требования, которые уже зафиксированы в заявку, они хотели продлить, возобновить забастовку с сегодняшнего дня на Шагине Медыка, уже как перевозчики, и в той заявке они уже дают требования такие, которые связаны с усовершенствованием дозвольной системы между Украиной и Польшей. Хотя на сегодняшний день у нас абсолютно разные позиции. Украина считает, что бездозвольное соглашение будет продлено, а поляки, соответственно, будут делать все, чтобы оно закончилось 31 июня. Ну, они уже понимают, что раньше оно не закончится, хотя у них были попытки досрочно его расторгнуть, убедить Евросоюз его расторгнуть. И, в принципе, они уже строят политику на второе полугодие этого года, каким образом ограничивать наших перевозчиков в дальнейшем. То есть, практически, вот такие вот процессы идут постоянно, но по неофициальной информации. В пятницу, это 12 января, была очередная встреча над обостровщиков с Министерством инфраструктуры. И, в принципе, уже готов был меморандум, и они готовы были его подписывать. Суть меморандума сводилась к тому, что на месяц снимается блокада. За это время, значит, украинская и польская сторона ищут компромиссы, и если они найдены, значит, все хорошо. Значит, но перед самым подписанием, как нам сообщили, стал вопрос о том, что есть переход угрыни в Долгобуджево. Напомню, что он открылся, в принципе, уже в рамках забастовки. Навстречу с забастовщиком пошли, открыли дополнительный пункт пропуска, по которому пустые машины могут выезжать из Украины без регистрации в электронной очереди. И он на сегодняшний день працует достаточно успешно. Так вот, прозвучала такая фраза, что на выход с Украины идут 80% украинских машин и только 20% польских. Поэтому будьте любезны, сделайте этот пропуск только для европейских машин. Встали и ушли. К сожалению, это их политика на многих переговорах, когда присутствуют органы власти, когда мы общались с ними, бизнес, то бизнес. Такая же была, в принципе, ситуация. Первый раз они сказали, нет, только до звуков встали и ушли. А второй раз угрыни в Долгобуджево только до поляков встали и ушли. То есть ситуация немножко такая. Поэтому есть несколько вариантов. К сожалению, вот эти выходные показали, что агенты Кремля, не побуду сказать этого слова, дошли и до Румынии. И румынская партия, которая пророссийская, организовала забастовки на прошлой неделе внутри Румынии. А вчера и позавчера аграрии были уже на границе, в Сирете. И первый раз на 6 часов заблокировали, а второй раз где-то почти на световой день. И это с 10 утра и до 12 ночи заблокировали полностью пункт пропуска. Ну как полностью, опять же, для грузовых машин. Поэтому сегодня мы, конечно, будем разбираться на нашем уровне, что это было. Но по предварительной информации это, опять же, политическая партия, аграрии, перевозчики, которые требуют от своей власти определенных преференций. Почему страдают перевозчики, не только украинские, обращу ваше внимание, пока непонятно. Да, Владимир, действительно, мы прекрасно знаем, уже не первый раз с вами общаемся, что так называемая рука Кремля, конечно же, повлияла на тот ужас, который происходит на Украино-Польской границе. Вот вы затронули очень важную тему относительно того, что происходит на Украино-Румынской границе. Вообще, очень много противоречивой сейчас информации о том, что там. И скажите, пожалуйста, вот по состоянию на сейчас, можно ли говорить, что эта забастовка закончилась уже? Расскажите более детально, пожалуйста, нашим зрителям. К сожалению, я не могу сейчас сказать, что она закончилась. Я знаю четко, что она началась в среду. Двигались трактора и тягачи по дорогам в Румынии, по некоторым. И затрудняли движение другим машинам. Такая была ползучая забастовка. Значит, вчера, позавчера они приехали, уже только трактора приехали на пункт пропуска и на 6 часов заблокировали. Его получили предписание от органов власти, съехали. Вчера тоже они где-то в районе 10 утра приехали. И в 12 ночи нам стало известно о том, что они прекратили забастовку. Пока, к сожалению, по состоянию на утро я не знаю, что побудило их прекратить забастовку. Поэтому мы сегодня будем продолжать консультации с нашими коллегами. Я очень благодарен ассоциации румынской, потому что ассоциация румынских перевозчиков на сегодняшний день категорически против возвращения дозволов в Украине, категорически против любых блокировок на границе. Мало того, мы ведем плотное взаимодействие как Украина-Румыния, так и в формате Украина-Молдавия-Румыния с ИРУ, Международным союзом автомобильного транспорта, с международной таможенной организацией, с тем, чтобы сделать зеленые коридоры на этих границах, чтобы товары шли значительно быстрее. Прежде всего, те, которые идут под определенными гарантийными обязательствами. Поэтому я хочу сказать, что государство Румыния за прошедшие два года, с момента начала войны, большой, очень многое сделать для того, чтобы действительно пойти навстречу Украине и заняться строительством новых пунктов пропуска и реконструкции старых. Кстати, вот на Сиретик, про который мы только что вспоминали, буквально незадолго до Нового года закончилась серьезная реконструкция. Два больших пункта пропуска запланированы в Закарпатской области, один в Черновецкой области, которые будут строиться на территории уже практически Румынии. Мы надеемся, что там будет все-таки совместный контроль, и мы понимаем, что сегодня Европейский Союз на это уже предварительно дал добро на выделение денег. С нашей стороны подъездные пути, конечно же, и есть и домашняя работа, этим тоже надо заниматься. Но тут действительно идет плотное взаимодействие украинского и румынского правительства. И это дает свои результаты. Сегодня Румыния получила гранды на расширение порта Констанции европейские. Они сегодня имеют деньги на расширение автомобильных дорог сети. То есть тот транзитный потенциал, который сегодня объективно теряет Польша, Румыния готова подхватить. Поэтому я думаю, что правительство Румынии будет делать все, чтобы такие забастовки больше не повторить. Потому что это точно не в их интересах. Владимир, вы вспомнили про руку Кремля и агентов России, которые причастны к происходящему. Мы понимаем, как они, используя проблемы внутри стран, между странами, увеличивают эти проблемы, разжигают вот это пламя. И мы хорошо понимаем это в Украине. А как вы считаете, насколько в Европе четко сформировано понимание того, что Россия причастна к происходящему? У нас немного времени. Ответьте, пожалуйста. В моем понятии страны так называемой европейского мира, старой Европы и отдельно страны Балтии четко абсолютно заявили, что это неприпустимая ситуация. И они четко понимают, что это экономическая война против воюющей страны Украины. Я думаю, даже позиция по Румынии, то, что мы на сегодняшний день имеем, говорит о том, что все-таки там больше здравых смыслов. В первую очередь, среди переводчиков. Потому что мы же понимаем, что любым переводчикам, и польским, и бенгерским, и чешским, и словарским, и румынским, наверное, хотелось бы увеличить долю своего рынка в любом виде. Но они понимают, что у нас война, и сегодня они сделали ставку на увеличение транзита через свою территорию, что в конце концов дает преференции их экономике. Да, Владимир, спасибо вам большое. На самом деле, очень важный разговор. Прекрасно понимаем, как щупальцы Кремля распространяются по всей Европе. И, к сожалению, ситуация на границах не исключение. Владимир Балин, вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков, присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Спасибо.